Приветствую вас! Я полагаю, что все мы здесь достаточно взрослые люди, достаточно здравомыслящие люди, чтобы понимать, ребенок это ребенок, а родитель это родитель. И ребенок не имеет никакого отношения к тому, что делал и, собственно, как поступал его родитель. Ребенок не отвечает, грубо говоря, за грехи своих родителей. Это, в общем и целом, такая вполне адекватная позиция. Я думаю, что вы с ней согласитесь. Но, вы ее знаете, я уверен, вы даже сами говорите, что мне, по идее, должно быть все равно, но вам не все равно. Вам не все равно. И вот то, что вам не все равно, требуется исследовать, куда более подробно, чем вы сделали сейчас, на, в общем-то, данный момент. То есть, вам стало неприятно от какого-то известия. Но, что это за известие для вас означает? Чем оно вас зацепило? Какие чувства вас вызвало? Какие эмоции вы почувствовали? Может быть, у вас есть какие-то обиды на свою мать? Может быть, в вашей жизни были ситуации, как-то связанные с характером новости, которые вы узнали? И эти эмоции не были выражены, отреагированы, не были прожиты, как говорится. Может быть, ваш страх всегда был, всегда был с вами, но вы его игнорировали. Ну, просто игнорировали. Не придавали ему должного значения. Как, например, сейчас, не придаёте должного значения тому, что чувствуете. Именно вы, что чувствуете. Понимаете? Вот. То есть, тут нужно разбираться с вашими ассоциативными цепочками, которые вызвала в вас данная новость. Может быть, вы имеете какое-то предубеждение против определенного, скажем так, ну, определенной категории людей, например. Ну, просто вот имеете, имеете предубеждение такое. И всё. Связано оно, это предубеждение, с тем, что вы сами, например, чувствуете. Связано оно, например, с тем, как в вашей, допустим, семье было принято относиться к подобному роду, подобного рода людей и так далее. То есть, вы вполне могли стать жертвой стереотипа. То есть, вы думаете, как? Как я буду встречаться с этим человеком, да, если у него мама там такая-то, такая-то, такая-то? Это же нехорошо, это же нельзя, это же позор, это же, это же плохо. А кому плохо, понимаете? Кому плохо? Конкретно? Вот конкретно по факту, кому плохо может быть вам? А как именно? Как именно вам может быть плохо в этой ситуации? Скорее всего, никак. Как может быть плохо вашему окружению? Скорее всего, никак. Понимаете? Но вы, тем не менее, чувствуете некое давление, характер этого давления, нужно определить. Страха, негатива, переживания и так далее. Нужно определить. Может быть, вы считаете, что мужчина имеет соответствующие, ну, например, соответствующие генетические какие-то особенности, да, наследственные, которые причинят вам боль. Может быть. Может быть, так вы думаете. Это уже неуверенность в себе. Опять-таки. Опять-таки. Подобное поведение, это неуверенность в себе. И вам нужно понять, в чем именно вы не уверены в себе. Что именно представляет из себя страх. Вот, коллега сказал, что информацию нужно проверить. Это действительно так. Потому что обычно такая информация, она, ну, знаете, не распространяется просто так. Кто знает, может быть, какой-то недоброжелатель хочет, чтобы вы с молодым человеком расстались. Это первое. Второе. Вы говорите, мне страшно. Как проявляется страх именно вот, ну, именно у вас? Каковы его проявления конкретные? Это первое. Это первое. Второе. Что он вам дает, этот страх? Конкретно, что он вам дает? На что вы, грубо говоря, получаете разрешение, когда боитесь? На мой взгляд, это также очень важно. Потому что здесь может быть права другая коллега, которая говорит, что вы с молодым человеком, ну, возможно, вы ему не так, чтобы доверяете. Доверяете. С ним сильно. Не так, чтобы очень хотели бы с ним вместе быть, например. Вот. Может быть. Может быть так же. Но тогда опять же, ну, эээ, вот вам страх что дает? Подумайте. Эээ, как правило, как правило, да, момент здесь какой именно момент, что у человека, да, есть, эээ, ну, такая, не знаю, не самая хорошая история, да, не самая лучшая история. И не идеальный родитель есть у человека. Человек, он, он самоподдерживает, но вы не хотите его поддерживать. Вместо этого вы думаете о себе, значит, какие-то ваши желания и сомнения были подавлены. Вот обратите на это внимание. Обратите. Учитесь доверять своей интуиции. Что она вам говорит? Что вы чувствуете? Чего вы опасаетесь? Что можно сделать, чтобы то, чего вы опасаетесь, аээ, ну, скажем так, не навредило вам? Подумайте об этом. Аээ, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Опять, эээ, с парнем вам нужно вести себя так же, как вели, эээ, в лучшем случае, можно будет рассказать ему о том, что вам известно, ну, вот, чтобы это обсудить, если вы, эээ, ну, если у вас есть доверие, эээ, к нему, вот, чтобы это не стало между вами. Вот, что касается того, как быть вам, то я ответил на этот вопрос, а, надеюсь, вы меня услышали. То есть, только от вас зависит, эээ, то, насколько вы, эээ, выйдете, эээ, подготовленный, эээ, из этой ситуации, эээ, и какой опыт вы их приобретете. То есть, советы здесь, знаете, совет не обращать внимания, а это, по сути, деструктивный совет. А, потому что вы уже обратили внимание, значит, это для вас важно. Так что, я думаю, что именно советом здесь не обойтись, здесь нужна именно работа. Именно работа с вами и с, эээ, раскрытием, раскрытием, эээ, вашей интуиции. И раскрытием умения доверять себе и корректировать свое поведение, исходя из того, что вы чувствуете. Ну, и работа с, эээ, собственными, эээ, желаниями тоже необходима, вот. А советы, ну, советы, вы знаете, могут дать вам друзья, родные, коллеги и так далее. Психолог, он не тот человек, который дает советы, на самом деле. Нет, ну, можно дать совет, но это уже потом, после того, как будет работа основная проведена, да. Я, например, могу дать совет, да, чтобы вы мужчине рассказали о том, что вам известно. Но это совет. Вы можете поступить так, а можете не поступать так. И, как правило, люди получают советы, чтобы, а, убедиться в том, что они правы, если у них есть готовое решение, б, чтобы подсердить себе, то они не будут поступать другим образом. Поэтому совет, это очень такое субъективное высказывание, что я бы, я бы на своем месте сделал бы так. Ну, мы же не на вашем месте. И не нужно думать, что мы можем оказаться на вашем месте. Поэтому все, что мы можем сделать, это проанализировать, раскрыть ваш конфликт, разрешить его и дать вам возможность самостоятельно принимать решение в этой ситуации. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!